Аплодисменты 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 Дорогие военмеховцы, еще недавно абитуриенты, я с огромной радостью провожу, уже много лет традиционно мы проводим это собрание, наставляя вас на трудный путь обучения военмехи. Военмех, созданный в 1932 году как вуз оборонного профиля, превратился в один из самых известных инженерных вузов России. В рейтинге успешности выпускников военмеха военмех занимает одно из первых мест в России. Среди выпускников военмеха и великие конструктора артеористских ракетных систем, создатели оборонного щита, депутаты, политики, губернаторы, вектора вузов. Вот пять векторов вузов в Санкт-Петербурге и больше ни один вуз не подготовил. Выпускники военмеха среди действующих векторов. Военмеховцы руководят оборонным комплексом Российской железной дорогой, долго руководил выпускник военмеха Владимир Владимирович Якунин. Федеральное агентство по автодорогам России руководит Роман Старовойт, обучавшийся военмехе. Выпускники военмеха работают в самых разных сферах. Военмех – это вуз, который содержит гражданскую, военную составляющую. И военмех выпустил практически весь высший состав, то есть все звания нашей Советской Российской Армии. Военмех закончили и маршал Советского Союза Дмитрий Хедорович Искинов, и генерал-полковник, и генерал-лейтенант, и лица адмирала и адмирала флота. И среди выпускников военмеха очень много деятелей, культуры, науки, есть даже академики, академии художеств среди выпускников военмеха. И вот везде в основе успехов всех наших выпускников лежит система образования военмеха. Военмех, который был создан с резолюцией Коммунистической партии Советского Союза военмеха лучше всех, в 1932 году он предполагал, что в кратчайшее время, в кратчайший срок собрать лучших преподавателей вузов, лучших студентов. И тогда собирали студентов не из школ, а собрали лучших студентов техникуму. Согнали военмеха. И была задача за два года подготовить лучших инженеров оборонной промышленности. Эта задача была через год выполнена, и с тех пор военмеха гордо несет вот этот лозунг военмеха лучше всех, который, мы надеемся, все наши выпускники дальше будут продвигать. Сама система образования военмеха всегда отличалась жесткостью, и как бы это ни было, вас тяжело на первом собрании, надо вам об этом объявить. Военмех всегда во всех черных списках был вузом, где больше всего отчисляют, где больше всех заставляют учиться, но результат, как вы видите, есть. Военмех, помимо образовательного процесса, очень серьезно занимается воспитательным процессом. У нас на очень высоком уровне поставлено и военно-патриотическое воспитание, и физкультурное воспитание, физическая культура и спорт. Развиты огромные кружки самодеятельности, различная деятельность. Традиционно считалось, сейчас многие критикуют старое время, мы его не критикуем. И комсомольская организация военмеха, и коммунистическая партия в старое время во многом играла роль в воспитательную функцию военмехи. Мы всегда относились к вузу с очень серьезным уровнем воспитания молодежи. И мы сейчас обращаем на это очень высокое внимание. Сейчас немножко изменилось отношение, прошли годы разрухи, сейчас годы становления идут. И к молодежи сейчас огромное внимание у российского государства. И мы продолжаем очень серьезно заниматься вот второй составляющей нашего военмеха. Это не только образование, но и воспитательный процесс. Огромная роль военмехи играла научная работа. Военмехи уже очень много десятилетий, наверное, более 50 лет существуют и студенческие конструкторские общества, и студенческие конструкторские бюро, которые активизируют деятельность студентов в области науки. Вот это все, чем вам предстоит достаточно серьезно заниматься. Придя учиться военмех, вы должны осознавать, что школьное время закончилось, что никто из учителей не будет за вами бегать, и во многом ваши успехи будут зависеть от вашего сознания. То есть вы должны понимать, что вот сейчас вы сами строите свою судьбу, учитесь так, как вы хотите. Отчисляются те, кто не учится, все, кто учится, успешно заканчивают вуз, имеют успешную карьеру, и в дальнейшем хорошо устраиваются на работу. Поэтому я еще раз поздравляю вас всех с первого сентября, желаю очень серьезно отнестись к образовательному процессу, потому что сразу еще раз хочу повторить, военмех относится к вузам с очень серьезной организацией дисциплины учебного процесса, и активно заниматься всеми другими сферами деятельности. Наука, культура, физическая культура, все другие сферы. Понимаете, что вы приехали в культурно-образовательный центр, кто приехал из других городов, военмех, и вы должны закончить военмех, будучи не образованным, не воспитанным, не одаренным человеком. Поздравляю вас с первого сентября. Добрый путь.